Чем мельче конторы, тем генеральнее директора. Продаем айфон за 100 долларов. У тебя будет очередь до Кремля, ставить левый или правый, левый или правый, левый вроде дорогой, непонятно. И вот после вот этого опыта, после того, как я покосячил за чужой счет, я уже пошел делать свой бизнес, и он уже оказался успешным. Михаил, добрый день. Мы обязательно поговорим про недвижимость сегодня и, конечно же, про форум. Но на самом деле хотел бы я начать с каких-то более жизненных вопросов. И в частности, жизненных я имею в виду, относящихся к бизнесу. Я, например, знаю, что, может быть неправильно, что вы большой, скажем так, поклонник такого агрессивного маркетинга или маркетинга, как угодно. Это правда? Да нет, я наоборот считаю, что мы ничего не умеем в этом смысле. Я считаю, что как раз вот это не наша сильная сторона. Не сильная? Ну хорошо, агрессивные продажи. Да тоже я бы не сказал. Ну, может, я неправильно себя оцениваю, но не, мне кажется, мы как раз не самые буйные в этом смысле. Ну, нам до каких-нибудь там, до пылесосов Дайсон. А, нет, ну, если с ними сравнивать, да, конечно, на Кирби, да, то это, конечно, там вообще люди, которые прошли эту школу, потом, по-моему, все что угодно будут продать. Вы не раз высказывались про разные отрасли, проводили разные исследования, там вот обзванивали, в том числе я помню, ну, может быть, недословно, такую фразу, что как бы кризиса на рынке нет, потому что там, не знаю, чуть ли из-за там большого количества заявок, которые мы оставили, там перезвонило 20%. Всегда ли вот такой анализ, ну, корректен? Социология, наука специфическая, любое исследование некорректно, и к любому исследованию можно придраться, если профессионал будет придраться, цель же не в этом, цель донести идею. У тебя есть некий месседж, некая идея, которую ты хочешь донести до сливой аудитории, ее можно нести разными методами, можно просто сказать, можно показать, можно притчу рассказать, самый эффективный способ, как мы знаем. Можно поспорить. Можно поспорить. Вот такие исследования, они просто очень ярко помогают тебе донести мысли, которые ты хотел сказать. А мысль была очень простая. Мы же пытались научить российский бизнес продавать. Мысль была простая, что купить трафик – это еще полбеды, еще, в общем, желательно не просирать его, так сказать. Вы сказали, что пытались научить российский бизнес. Эти попытки вообще, они чем-то вот заканчиваются таким, ну реально, видеть изменения, что люди стали по-другому. Это же звучит пафосно, мы пытались научить, нет, мы пытались CRM продавать, и у нас кое-что получилось. Российский бизнес за последние 10 лет пережил эту тяжелую ломку от продается все, что не продашь, это вот советское наследие, самое главное не продать, а привезти джинсы. Кто джинсы привез, точно их продаст. К состоянию нормального развитого рынка. Сначала они называли это кризис, но на самом деле это не кризис, это переход к нормальному рынку, когда спрос и предложения удовлетворили друг друга, и само собой уже ничего не продается. То есть мы же вышли из страны, где спрос всегда сильно превышал предложение. Поэтому в принципе никто никогда ничего не продавал, никто никогда не пытался ничего продавать, никогда вообще не стоял этот вопрос. И вот эта ломка удовлетворения рынка, когда спрос наконец оказался удовлетворен, она происходила где-то с 2008 года, и вот так плавненько, плавненько, плавненько все привыкали к этой новой реальности. Поэтому в данном случае мы просто показывали бизнесу, как это выглядит, как это должно выглядеть, и как на этом можно заработать, и в чем здесь может помочь CRM-система. Мы свою прикладную задачу решали. Ну, например, лично я думал, что вот эта история перехода от дефицитного, скажем так, экономики к нормальной, она закончилась чуть раньше, но, а вот с точки зрения недвижимости, особенно новостроек, мне почему-то, вот не знаю, как у вас, ощущение, что до сих пор есть дефицит, и поэтому девелоперы, застройщики относятся к лидам или как угодно вот так вот. Конечно, нет дефицита. Конечно, нет дефицита, это видно по тому, что застройщики учатся продавать, пытаются продавать рекламу. Если есть дефицит, зачем вам реклама? Ну, хорошо, не дефицит, скажем так, большой спрос, спрос сильно превышает предложение, даже в таком целомом сегменте, как Москва. Конечно, нет, конечно, нет, конечно, спрос удовлетворен и соответствует предложению, а дальше, тут же история какая, в недвижимости специфический товар, поэтому такой немножко священный для обывателя. И застройщики любят это ощущение подогревать, говорить, что вот последний шанс, надо срочно брать, плюс есть такая вещь, как инфляционное ожидание у потребителя. И в интересах застройщиков постоянно создавать ощущение, что вот-вот подорожает. Они, кстати, успешно это делают. Вот-вот подорожает, а почему подорожает, так говорят потребители? Ну, как, спрос превышает предложение, говорят они. И вторая мантра, себестоимость растет. Вот у них два есть аргумента, почему подорожает. И скорее, это мифология, созданная застройщиками. Если бы спрос был не удовлетворен, качество предложения не росло бы, никто бы там не делал подъезды вровень, двор без машин, продавалось бы, что продавалось. Не надо было бы стараться. Привет. Мы записали серию интервью с людьми, которые меняют рынок недвижимости или играют значительную роль в российском бизнесе. Но говорили не только про деловые отношения. Каждая беседа – небольшой рассказ о судьбе человека на фоне его бизнеса. Вот некоторые интересные моменты. Вот есть такой грех. Мне очень важно, чтобы то, что я делал, мне должно нравиться. Для многих частных инвесторов доходность 8-10% она вполне устраивает. Если объект находится в сложном состоянии, то возможность привести его в качественный вид, она дает тот самый прирост экономики, за счет которого это и можно сделать. То есть это самое пресловутая реновация в хорошем смысле этого слова. Вот нам в Россию приезжали те же виноделы. Мы их вели в русский ресторан. Соленые грибочки, рыбка, огурчики и водка. Они спрашивают, почему не вино? Мы сказали, попробуйте с этим вино. Ну вот, вот же. И дальше ему говоришь, поймите, вы кто? Как кто? Я девелопер говорю. Если вы девелопер, чего вы под себя номер меряете? Если вам интересны не только технологии бизнеса, но и личности их основателей, рекомендую посмотреть. Ссылка в описании. И, конечно, мы будем рады комментариям и пожеланиям, с кем еще стоит записать интервью. На самом деле, во многих городах до сих пор, скажем так, продукт девелоперов оставляет желать лучшего, если мягко так говорить. А если говорить про Москву, то вот буквально там недавно была конференция, и там один из докладчиков про архитектуру докладывал. Но он в том числе сказал, что есть некая спираль девелопмента. Когда спрос больше, чем предложение, то девелоперы, ну скажем так, не сильно стараются улучшать продукт. Просто они по факту продают там условно бетонометр. Мы видим, что продукт они улучшают. Другое дело, что ты не можешь лучше, продукт сильно лучше, чем потребитель. Если этот продукт будет сильно лучше, чем то, что привык потреблять потребитель, ты его не продашь. Потому что он лучше. Просто пока ты еще не попадаешь в потребительскую картинку. Для меня самое яркое, это вот эти однушки советские. Где есть гостиная и маленькая кухня. И не как вот евро-двушка, да? Так называемая, да. А вот эта классическая однушка, где есть кухонька и гостиная. Почему так строили в Советском Союзе? Понятно, по-другому потребляли жилье. Почему сейчас так строят? А потому что потребитель к этому привык, он вырос в такой квартире, он хочет такую квартиру. Хотя если задуматься, это что значит? Это значит, что в гостиной стоит диван? Это значит, что он всю жизнь собирается проспать на диване? Вот с этими щелками. Ну то есть он всю жизнь спал на диване? Он никогда, видимо, не спал на нормальной кровати. И ему окей купить квартиру, в которой он приговаривает себя спать на диване. Но опять же таки, они же продаются. Никто же не заставляет их покупать. Более того, есть огромное количество людей, которые говорят, ну как же, готовить надо отдельно, иначе запахи пойдут в комнату там и вообще. Потребить, ты не можешь слишком сильно опережать потребителя, не продашь. А вот как раз тогда в связи с этим вопросом, если я правильно прочитал там некоторые ваши интервью, то у вас были попытки там запустить некую компанию, связанную с разработкой сайтов, до того, как вы запустили Кусофт, и они ничем не увенчались. Да, ну это сугубо личный факап. То есть это не было то, что вы обогнали потребителя? Нет, 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 это было молодой, попытки, что нормально. Просто может так случиться, что появляется какой-то продукт, например, на два года раньше, чем о нем, ну то есть вот такой совсем инновационный, чем потребитель созрел. И просто надо было подождать. Это происходит сплошь и рядом. Я думаю, что в недвижимости это может происходить постоянно, потому что там автор продукта может оказаться там более продвинутым. Ну сейчас уже не так это заметно, потому что все-таки, в общем, мы все в одной среде существуем, и Москва намного более прорезивный город, чем многие там, не знаю, европейские города. Но может такое быть, конечно, это происходит постоянно. Вот вы сказали, что там потребитель в основном все-таки еще покупает однушки. А это говорит о том, что в основном потребитель недвижимости возрастной. А он возрастной? Ну, как минимум, наверное, если не брать там успешные каких-то там, не знаю, молодых людей. Ну вот мне 40 лет, куда уж я возрастной? Ну, 40 лет это значит рождены совсем, да, совсем в Советском Союзе таком. Ну, я еще пионером успел встану, я пионер вечный. Опять же таки, это вопрос среды, в которой ты рос, развивался, находился, к которой ты привык. Людей можно переучивать, можно даже силы, вот как мы видим с парковками в Москве. Приезжаешь в Питер, думаешь, ого, вот как это было, я уж и забыл. Можно, можно. И, кстати, в этом смысле жутко импонирует пик, потому что я вижу, вот банальная деталь, они евро-двушки называют однушками. Ну, потому что это немножко честно. Это немножко честно, но это очень благородно, это очень честно, это приучает рынок, они делают правильно. Ну, они, как это, вот, когда они задают тренд. Да, они трендсеттер, да, вот, это история про двор без машин, их же никто не заставлял. Строили свою панель в Химках и строили, как бы, ну, как бы. Ну, да, наверное, они не умеют угадать все-таки некую такую подраздную. Сквозные подъезды. При этом у них средний квадратный метр, конечно, стоит дороже, чем. Молодцы. Ну, то есть, вот, они тонко чувствуют, где в продукте пришло время стать лучше, а где можно, как раньше. Ну, то есть, там... А вы сами живете в квартире или в доме? В квартире, конечно. И какая у вас евро-двушка, евро-трешка, классическая? Две спальни у меня. Две спальни. А санузлов сколько? Два. Два, но все-таки какой-то уже такой особый формат. Большая. Ну, я, кстати, в съемной квартире, хотя у меня есть собственная квартира, но я живу в съемной. Кстати, вот этот вопрос, который многие педалируют, что вот, там, будущее поколение, молодое, или, там, Z, как угодно, что они предполагают, предпочитают шеринг, чем владеть недвижимостью. Это вообще миф? Ну, это от бедности. Это от бедности? Ну, конечно. Народ беднеет. В принципе, всего миру средний класс беднеет. Денег все меньше. Если инженер в 50-х годах в Америке мог себе позволить дом хороший, в хорошем районе, то, в частности, этого позволить не может. Коммуналка звучит менее гламурно, шеринг звучит солиднее, да? Коммуналки, ну, что же коммуналки. Вообще, идея про аренду, это от бедности. Денег нет, покупать ничего не можем, будем все брать в аренду. Просто пытаются красиво упаковать, чтобы не так это звучало ужасно. Ну, банально, все эти постоянные сравнения, что дешевле, такси или своя машина. Да почему-то дешевле, а лучше-то как? У меня вот машина с водителем очень удобная. Нет, машина с водителем очень удобная. Вообще, шоколад. Лучшая такси. И ты знаешь всегда, что он тебя чем-то не заразит. Смысл жизни не сэкономить. Да, я, кстати, читал этот пост. И мы же не говорим, что там сосиска выгоднее, чем стейк. Ну да. Может, и выгоднее. Может, даже быстрее. Может, удобнее. Мы же не говорим, что молодое поколение выбирает пельмени. Ну, выбирает, а денег нет. А когда деньги есть, они в ресторан идут. Поэтому это вопрос сугубо финансовый. Можешь себе позволить, купишь. Не можешь, будешь арендовать. Зачастую. Ну, судя по постам, вы регулярно бываете в Америке. И вообще, часто ваши посты на эту тему вызывают такое бурное обсуждение. Сравнение России, Америки, в том числе. Да, провокационные посты. Как бы не ожидаешь от вас, а вы там вроде как патриотом себя показали. И в связи с этим вопрос. А вот отношение к недвижимости. Вот вы сказали, там, священной, сакральной какой-то. Да, действительно, у нас такое. Недавно один из руководителей крупнейшего агентства российского сравнил это. Ильдар Хусейн, который у вас выступал на конференции, сравнил это с золотом. Но золото у нас в стране не принято покупать, как источник для сохранения денег. Так запрещено было еще недавно. Ну да. А вот там США также относятся к недвижимости? Американцы очень похожи на русских. Намного больше похожи, чем на французы. Конечно. И машины они любят. И тачка хорошая, это круто. Это же самое, что не люди, что ли. Американцы это общество потребления. Они любят бриллианты, они любят хорошие машины, классную одежду. Конечно, дом для американца это. Более того, они уже любят на показ, вот это вот, показывать свой дом. То есть понтоваться тоже вполне. Конечно. Если, опять же, немножко уходить в плоскость такого более, наверное, вашей темы. Вот часто говорят, что там риелторы умрут, потому что их заменит какая-то машина. Плюс, не знаю, к вам имел отношение от проекта или нет, но тоже выступал Моника. Да, я был один из акционеров. Он живой проект? Нет, его закрыли. И там вот как раз-то до Виталия, помню, вышел и сказал, кому не нравятся риелторы, там весь зал. Ну, естественно, у нас в узких кругах это вызвало бурление. Вот, на самом деле, как вы считаете, вот, если можно заменить, то каких риелторов, а если нельзя заменить, то тоже какую услугу нельзя заменить? Сложную. Все очень просто. Я не сторонник вот этого фатализма, не будет ни кино, ни диатра, ни телевидение. Чушь. Будет сегмент, где бесспорно, без прокера невозможно. Будет сегмент, где продукт будет упрощен, типизирован, статизирован и проще купить напрямую. Будет продукт, где что-то среднее. Ну, вот эти все сложные сделки, обмен, заезд, разъезд. Или вот машиномест я тут купил в Неве такой есть, в Сити. И уже неделю пытаюсь его получить. Уже все проклял вообще, это кошмар. И буквально сейчас с тормозом говорю, типа, слушай, Олег, помоги, больше не вам. Я уже неделю бегаю за менеджером, чтобы мне эта машиноместа просто акт подписать. Я по договору должен акт подписать. А они-то не убегают. Я за ним бегаю, говорю, дай акт, давай акт. Наш Олег мне говорит, вот видишь, а был бы брокер. Спасибо, я сказал, был бы хоть еще кто-то. Потому что так ты упираешься в стенку. Кто бы профессионально занимался вот этой вот смычкой. Да, потому что если вдруг на стране застройщика отмороженный продается, ты уперся в эту стенку и все, ты разговариваешь со стеной. То есть, есть ли продукт, есть вообще такой тренд в мире на упрощение продукта. Айфон хороший пример. Вот у тебя просто, вот есть новый, есть старый. А у новых есть побольше, поменьше, еще средненький. И когда продукт упрощается, вся цепочка продаж, вся сделка, вся логика принятия решения упрощается. И продавец становится вроде как не очень нужен. Хотя, кстати, у Apple остаются продавцы в их App Store, и они очень эффективны. Поэтому, в принципе, есть глобальный тренд на упрощение продукта, упрощение цикла продажи. И тогда действительно лучше без человека. Потому что человек отсидал лотерея. Хороший продавец хорошо продаст, плохой продавец плохо продаст. В общем, это не системно. Но, как только будет... Совсем человека нельзя убрать. Тут есть и психологический фактор, плюс есть сложные сделки. И, слушайте, ну, если за столько лет человечество не придумало, как продавать недвижимость без посредника, ну, наверное, здесь что-то кроме технологии есть. По-моему, Максим Батарев как-то сказал, что продажи – это отчасти взять ответственность за выбор. Хитрее. Хитрее. Ну, вообще, я изучаю тему, что такое человек покупающий, что такое покупка, как человек принимает решение о покупке. И мог бы про это говорить долго, но если очень просто, то основной мотив любого человека, когда он что-то покупает – страх. Он боится сделать неправильный выбор. И любой человек, покупая что-либо, однажды окажется перед выбором двух позиций – левая или правая. Никогда не замечали, вот пришли в магазин продуктовый. И обычно, как набирать? Стандартный, 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 стандартный. Левый или правый? Левый или правый? Левый вроде и другой. Это непонятно. Вот роль иногда продавца – просто подойти рядом и сказать – бери левый. Ну, или хотя бы спросить, а какой ты любишь там? Нет? Все, что ему надо – просто тебе помочь, принять решение, немножко взять на себя ответственность. И робот это взаимодействовать не может, это может делать только человек. И, безусловно, человек в продажах эффективен. Вообще, правильное использование человека в продажах повышает эффективность продаж. Но в лоб, вот если только человека, будет кошмар. Представляете, вот продуктовый магазин, но надо все покупать через посредника. То есть, подходишь к дверям и говоришь – так, пойди, возьми мне рис, так, возьми мне еще, пожалуйста, кетчуп, возьми мне, мы к нему. Это будет ад, а не магазин. То есть, все хорошо в меру, в правильном, как это правильно, если использовать, человек в продажах нужен. Совсем если это убрать, будет не очень. А новостройка – это простой продукт? Ну, если брать все-таки какой-то такой средний класс, не элитку, там, понятно. Ну, кстати, с элиткой намного проще. Да? Конечно. Почему? Я вот увлекся недвижимостью пару лет назад, решил покупать, наконец. У меня никогда не было недвижимостью, тут я решил затариться. Как инвестиционную? Ну, это отдельные мотивы, там, неважно. И как раз в элитке-то проще покупают, не на последние же. Самая жесть – это эконом, потому что это решение ценой во всей жизни. Это огромная сумма, это больше, чем у тебя есть, это самое дорогое, что ты делал в своей жизни. А когда ты платил за, там, не знаю, 50-100 миллионов рублей, ну, ты же не на последние берешь. Ну, конечно. Потому что намного легче решение, потом ты говоришь, ну, потом продам, если что. Как-то легче. И наоборот, вот, мне кажется, однушка в Соларево парке – это намного более страшное решение, чем, я не знаю, в корыбланке апартаменты. Поэтому, нет. Единственное, что вот с недвижимостью добавляет очень страшное решение, потому что очень большое, очень важное. Легкая сакральность, легкая неадекватность. Плюс в недвижимости же будущее продают всегда. Вот эти картинки, вот это. Как я там буду жить, мечту во многом. Поэтому это слегка такое, в общем, ну, это не картошка в магазине, когда я подошел, и вот она лежит. Но в целом, мне не кажется, этот продукт очень сложный, потому что он довольно понятный, довольно типичный. В нем нет сложных переменных качеств. И вообще люди покупают, в основном, не то, что им продают, что они покупают свою мечту, вот эту хотелку, они там себе нарисуют в голове. Главное им не мешать. Особенно, если они котлован покупают, что они покупают, они картинку покупают, которую они сами себе нарисовали. Но они покупают локацию чаще всего. Ах, если бы. Не, ну, есть такая, это американская фраза, что в недвижимости три самые важные вещи. В недвижимости самое главное – это локация. Но я не знаю, что люди ее покупают. Люди вообще… Еще одна мысль важная, что люди, никто никогда не совершает рациональных покупок, их не существует. Рациональных не существует. Не существует. Все они какие-то личностные. Все покупки эмоциональные и спонтанные. Ну да, помню, кто-то говорил, что если бы мы были рациональными, мы бы все ездили на Toyota Corolla. Ну, может и не на Toyota. Ну, или на какой-то такой стандартной машине. Все, абсолютно все покупки мы совершаем эмоционально, нерационально и часто спонтанно. В том числе квартиры, в том числе дома и так далее. Поэтому, если бы, ах, если бы, не продавались бы сердца столицы. Ну, это я так, не хочу никого говорить. Просто на самом деле я слышал, не знаю, правда ли нет, тоже из СМИ, что владелец ПК, Сергей Гордеев, у него же есть свой, скажем так, фонд, который занимается в том числе IT-разработками, что чуть ли не идея, вот в идеале было бы так, угадал с продуктом, построил его в правильной локации, а дальше он онлайн продается, такой онлайн-магазин. Нет, это вообще к Гордееву не имеет отношения. Всегда, если у тебя есть суперпродукт, тебе наплевать на продажи, маркетинг и канал. Банальный пример, продаем айфон за 100 долларов. У тебя будет очередь до Кремля стоять, можешь только говорить, пошли вон отсюда, плевать на них. Они только радоваться будут, что ушли, кто-то ушел. А вот если ты хочешь айфон за 1500 долларов продать, вот нужны продажи. Окей, если говорить именно про продажи и про то, что связано там с CRM, вот вы как-то уже для, не знаю, для себя внутренне хотя бы, или может быть уже есть где-то публикации определили, какие-то типы, вот те самые квалификации, потребности, что есть такая потребность, есть такая потребность, есть такое состояние потребности, то есть я уже созрел, ведь покупка обычно, говорят, больше полгода люди созревают для решения. Могут средний цикл сделки, может быть, какой угодно, мы не знаем, если точно. Когда он там задумал квартиру купить 10 лет назад, кто-то, может, за неделю решение принял, мы не знаем. У каждой компании это своя цифра. Понимаете, в продажах нет каких-то вот таких рецептов, и вообще, когда мы говорим про систему продаж, про CRM, это не про типизацию, классификацию, это просто про процесс, как сумбур превратить в некую более четкую последовательность действий. Ну, банально, подошли на Макдональдс, сказали, мне картошку и чизбург, они говорят, а пирожок? Что в этом, кто-то вас там классифицирует, когда мы говорим, а пирожок? Кто-то там что-то спрашивает, а пирожок? Они даже в этот момент, я думаю, она думает вообще о своих делах, у нее просто рефлекс, а пирожок? Вот продажа это то же самое, просто привести хаос, вот эту вот магию чудо-васи-продавца, чтобы не было чудо-васи-продавца, и не было плохого коле-продавца, а чтобы загнать процесс в некие понятные шаги и просто больше закрывать сделок. Вот раньше нам приходило 100 запросов, мы закрывали 10, построили систему, и 100 закрываем 20. Не 100 из 100, это невозможно, а 20. А внутренне, когда вы делаете вот это кастомизированное решение, к которому мы еще вернемся, ну в данном случае для недвижимости, вы серьезно разделяете историю с новостройками и вторичку, да я имею в виду для агентств недвижимости? Ну это абсолютно два разных процесса. Ну слава богу, просто не все это понимают. Ну опять, продажа-то одинаковая, просто у агента сделка сложнее, вот, в новостройке лишь проще продавать, чем вторичку. Не все с вами согласятся, есть особые товарищи, которые там на новостройках просто так накачались, что говорят, нет, это самая сложная история, потому что, ну в больших городах, конечно, где большой выбор. Да нет, ну конечно, легче. Если говорить о, опять же, о вторичке, возвращаясь к вторичке, мы же здесь говорим не только о покупке, но чаще всего, особенно в нашей стране, это некая альтернативная сделка, чтобы купить что-то не нужно, надо продать что-то не нужно. Вот этот процесс, он как-то принципиально отличается или просто его делишь на две части? Здесь ты защищаешь интерес собственника, здесь ты покупаешь. С точки зрения системы. Да нет, мне кажется, никакой большой разницы нет. Вопрос же не в этом, просто сделка сложнее, означает, что просто больше точек конфликта и переговоров. Надо, чтобы большим людям понравилась сделка и собрались эти интересы, компромиссы. При этом забавная мысль, которая меня увлекает, что по-настоящему, например, цену сделки можно назвать удачной, если ее недовольны оба. И продавец, и покупатель. Ну да, это такое. Поэтому, как правило, сделать по-настоящему идеальную сделку невозможно. Поэтому всегда любая сделка имеет перекос. Кто-то доволен, кто-то не так. И задача, когда у нас сложная сделка, нужно несколько раз договориться, просто побыстрее договориться. Потому что время тоже играет роль. Потому что если ты будешь здесь долго договориться, здесь долго договориться, здесь что-то не успел. И задача не столько найти этот сложный баланс, потому что слишком сложно, сколько как можно быстрее продавить там, где легче продавливается. Кстати, один из таких научных деятелей, который серьезно занимался оценкой недвижимости, как-то мне сказал, что продажа вторичной недвижимости, сделка вторичной недвижимости, похожа на сделку по долям бизнеса. То есть, когда ты фактически находишь вот этот компромисс между покупателем и продавцом, и сводишь. Проблема вообще в вторичке. Проблема вторички – это неравнодушие к своему товару. В бизнесе, кстати, тоже частая проблема. Вот если я буду продавать АМСРМ, я буду плохо продавать. Потому что я и люблю. Это мое. А мои сотрудники делают это хладнокровно. Без привязанных денег эмоций. Здесь есть и другая история, если мы говорим про недвижимость. Ведь, опять же, если понимаем, что мы что-то покупаем, то у нас есть некая мечта. И нам может не хватить просто тех денег, которые мы здесь задумали. Плюс, там, не знаю, какие-то накопленные, ипотека. И вот, не знаю, хотел за 3 миллиона мне тут 100 тысяч хватит. Сколько бы не было денег, всегда есть что-то чуть интереснее, чуть дороже. Это абсолютно не имеет никакого значения. За какой бы бюджет ты не покупал, всегда есть что-то дороже, что тебе хочется чуть больше. Поэтому, в любом случае, любая сделка – это компромисс. Все стороны идут на какой-то компромисс. Застройщик тоже хотел бы продавать по 500 тысяч за метр. Не покупают. Как-то я видел видео, где вы говорили, если я не ошибаюсь, в терминологии, про некий такой квалифицированный отказ. Вот поскольку мы говорим в данном случае об услуге, все-таки не товары. Здесь речь больше именно о риэлторах. Вот, к сожалению, я редко видел такие ситуации, когда был квалифицированный отказ в этой услуге. Они постоянно, мне так кажется, хотят работать со всеми. Вот кто бы не обратил внимание. Вот можно буквально пару слов, как это вот возможно применимо в риэлторстве? Это применимо в любых услугах. И чем профессиональные услуги, тем это более применимо. Хитрость в том, что, как в любой услуге, она не масштабируется по количеству. Ты не можешь обслужить тысячу клиентов. Банально. Ты можешь обслужить 10, и вряд ли 15, и все. Поэтому я не перезваниваю по лидам. Поэтому единственный способ расти – это поднимать чек. Чтобы поднимать чек, должен поднимать ценность того, что ты делаешь. Поднимать ценность того, что ты делаешь, можно только через экспертность и позиционирование. Типа, вот есть 10 риэлторов, они всем занимаются, а вот этот чувак умеет только продуктовые магазины продавать. И вот за продуктовых магазинах он царь, бог, король, и ему можно в два раза больше заплатить, потому что он в этой теме шарит. Так вот, для того, чтобы эффективно построить свою отстройку от рынка, свое позиционирование, нужно уметь брать то, что твое, и отказываться от того, что не твое, донося свое позиционирование. Просто приходят тебе клиенты купить офис. Ты говоришь, я офисами не занимаюсь, я занимаюсь только продуктовыми магазинами. Но если вам потребуется продуктовый магазин, лучше меня в стране это не сделает никто. И за свои продуктовые магазины он будет зарабатывать в два-три раза больше, чем любой другой риэлтор, потому что у него будет супер экспертность в этой теме. Я от балды взял продуктовый магазин, надо понимать. Поэтому невозможно поднимать чек без позиционирования. Ну, банально у всех какое позиционирование? Я элиткой занимаюсь. Я буду типа элиткой заниматься за счет этого поднимать чек. Вот такая пошлингая идея позиционирования. Невозможно поднимать чек без позиционирования, невозможно построить позиционирование, не отказывая тем кто не соответствует позиционирование плюс еще раз емкость ограничена можем служить 15-20 клиентов поэтому очень важно как можно быстрее понять твой клиент или нет не тратить времени на своих но не тратить времени на своих ты можешь просто перестать отвечать на звонки это это просто плохой человек а если красиво отказать ты же получаешь друга и это свой pr-агента когда мы занимались слугами на была такая поговорка что самый довольный клиент это который у нас ничего не купил в чем идея я занимаюсь ремонтом если я буду делать тебе ремонт но с вероятностью 99,9 там 5 знаков после запятой тебе что-то не понравится даже я очень хорошо зрел скажешь хорошая бригада но вот ламинат не их тема но если я тебе очень понравилось на продажу но ты мне не купишь я же буду идеальный на фоне то я буду помнить и говорить а вот если бы я к нему обратился наверное бы вы еще сказали а вот если бы мне хватило денег на ту квартиру она-то была идеальная просто не денег не хватило поэтому в принципе чем больше ты отказываешь красиво донося свое позиционирование рассказывая тем больше довольных у тебя клиентов но наверное в случае с риэлторами один из способов ну такого скажем так традиционного позиционирования который насколько я знаю может ошибаюсь в америке сильно присутствует это очень специализация на локации очень маленькая но это очень понятная история потому что если очень круто разбираешься локации ты эффективнее те готовы за это переплачивать ну да но как ни странно несмотря на очевидность этой вещи несмотря на примеры которые есть на рынке я например знаю там алексея дубровского который еще правда 90 и продавал он знал 6 домов сталинского типа между ломоносовским и ленинским если кто-то там что-то продавала тогда продалось много там коммуналке были уезжали люди пользовались просто ну что высокие потолки сталинки сигаре лёши позвони лёша он там всего шесть домов он взял хорошо логично потому что у любого человека в доме как минимум есть три знакомых в этом доме поэтому в принципе есть твоя задача покрыть 6 домов это не так уж трудно сделать вот несмотря на вот эту очевидность тем не менее очень мало кто на рынке работе нет понятия локации как таковой все же немножко так перемешано ну чек выбирая жилье у него очень широкий широкий горизонт ну как же этом привязан к школе привязанную школе что-то как так не америка вот в америке да в америке все вокруг школы хорошо к работе как-то откуда пробки тогда они все пешком ходили ну может быть да то есть работа в россии чаще менять чем жилье кстати кстати вот сейчас вопрос возник вы наверняка знаете проект компас они там сделали очень серьезный акцент еще в 2012 году на описание районов для кого-то не знаю манхэттен для кого еще кто-то много таких да 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 в москве тоже было три а первые да да потом проверено мы пытались там делать я в него еще работал вот но было понятно что у нас вот как раз к районам вот такой вот сильные привязки действительно да потому что и они очень типовые да то что высокая плотность очень легко передвигаться по городу в америке реально в растение большие а вот как те же как бы вот то есть ты локально живешь где-то там внутри города тоже так нельзя сказать мини полисе внутри мегаполиса сегрегация в америке очень это говорю очень большая сегрегация по zip коду перевести можно если у тебя хороший почтовый индекс тебя все хорошие хорошие соседи хорошая школа то хороший полицейский участок у тебя вовремя приезжает скоро и пожарные быстрее реагирует а если плохой zip код поэтому принципе все американцы мечтают постоянно жить улучшать свой zip код переезжайте с района похоже в район получше у нас наверно тоже как-то это присутствует у нас же все немножко чуть более перемешано что ли получается в америке тоже нельзя сказать там же но более жесткая сегрегация а у нас немножко перемешано то есть на же одно время и наследие определенное у нас может стать элитный дом рядом как вот это было сам халлы и паруса там вот раз надо видовато да им сити там раз пятиэтажка стоит раз небоскреб поэтому все немножко в перемешку с одной стороны это даже не плохо потому что это хорошо когда дети из разных социальных слоев перемешиваются общаются друг друга в принципе вы дерутся потому что они из разных социальных слоев принципе не так уж плохо на самом деле и потихонечку москве происходит эта сегрегация но площадок для стройки мало все так продолжает быть немножко аляписта там тут у нас элитный дом тут у нас бизнес-класс а тут тут же реновация на самом деле одного крутого консультанта на рынке девелопмент есть такое понятие давление на квадратный метр то есть количество людей проживающих на стройке именно в москве если мы берем без новой москвы без агломерации ли как угодно назвать очень низкая конкуренция в этом смысле потому что ну как бы желающих за такие деньги не так много купить а вот московская область новая москва там конечно столпотворение людей которые там за 45 миллионов хотят купить там переехав из другого региона и вот это давление конечно они это совершенно другой но и в москве вот четыре года назад в интервью вы сказали я буквально там за я записался внешний фактор и доминирует бизнесе а внутренние процессы вторичные вы не поменяли свое мнение с тех пор да конечно нет вот в этом году да 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 внешний фактор я как раз к этому и виду как-то он на ваш бизнес или на вашем они они повлиял ну как 20 год хорошо показалось такой внешний фактор хорошо вы стали меньше планировать в горизонте мы нет мы не сильно поменяли свой бизнес потому что в принципе мы такие общем довольно устойчивые ребят но понес у нас и рост не такой хороший как мог бы быть в двадцатом году будет по отношению он будет но будет меньше чем должен был быть по плану у нас здесь вот такие же у нас такие же люди работают сейчас такая принципе тяжелая гнетущая атмосфера люди устали у людей с такой легкая депрессия на наших сотрудников тоже отражается мы чувствуем что ну прям вот мнение не боевой такой у людей до строй понятно что в рамках отдельно взятой компании можно показать и рост и может ощущение куража я думаю как у продавцов масок в мае все было очень очень бодро но мы уже не такой маленький бизнес поэтому мы так не и мы не можем взять и поменять тему который мы занимаемся наша тема вот такая кстати вы когда-то сказали этого по мы в этом же интервью что вы так вы не инвестор вам проще заниматься тем что вы хорошо знаете вот там инвестировать какие-то там стартапы это не ваш тему да это отдельный вид компетенции прям вот отдельный вид компетенции и вот этот вот бум который у нас там заводит канал про инвестиции там просто нет подождите которые акции кто угодно недвижимость покупает новостройки оба это гэмблеры это что-то игроки играть на дома то есть это все другой мотив вообще сейчас все что вы это видите вот эти вот буйные инвесторы которые учат куда-то вкладывают это тоже игроки то есть это не как бы не нет ни те профессиональные инвесторы которых наверное правильному конечно ну слушайте просто ради каждого вечера бежит происходит все наплевать на фундаментальные показатели они стоят биткоин такой ну да я куплю я продам самом деле недавно я так сильно удивился ко мне подъехал яндекс продукты примут на велосипеде узнал меня говорит а можно вас как у человеку специалисты по инвестициям специалистами спросить вот у меня есть полтора миллиона куда их вложить притчи про брокер да 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 ну это такая байка что был очень известный брокер или владелец фонда перед великой депрессией когда очень вовремя продался акции когда вы спрашивали почему так угадали момент он сказал что когда чистить обуви спросил меня про акции я понял что это очень известная байка еще по моему шесть лет назад когда я первый раз узнал про вас про вашу варсе как-то про ваш продукт про систему да я как раз хотел тогда думаю дай-ка я по агентствам пофорцую немножко мосер м но все-таки не стал вы говорили что нет там вот кастомизированным продуктами но тем не менее сейчас вы пошли в кастомизацию в связи с чем ну просто следующий фаза развития просто опять мы же как вот есть сто процентов емкость рынка сначала взять самых тепленьких потом менее тепленьких то менять однажды до риэлтора дойдет вообще риэлторы на мой взгляд очень не систематизируемый бизнес очень человечный такой в этом смысле контора вроде этажей вызывают восхищение потому что построить на этом такую систему это сложно все же тупо людям люди 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 услуга такая кандова это как не знаю огромная стоматологическая клиника на 1000 врачей таких не бывает поэтому риэлторы плохо систематизируемый бизнес очень часто это без граничит самозанятостью из-за этого всякие системные решения вроде серым системы продаж работают в них плохо ну потому что эта система на одного человека и не было такие супер дисциплированные люди которые фитнес ходят в один тот же день в это же время но их мало их меньшинство в основном люди все у них по наитию все вот так вот лишь бы не забыть там блокнотики и это не самая не самая ядерная аудитория потребителей crm скажем так crm системы процессы появляются там где есть команда где хотя бы три продавца 4 продавца руководитель вот где нужно как-то координироваться где есть некий старший младший и так далее а риэлторы все-таки в основном в массе это такой супер микро бизнес гранича самозанятостью очень специфический выкачу во всем мире так в америке я не знаю как во всем мире в америке то же самое ну на самом деле да я слышал что там один есть полицейского который там до обеда полицейский после обеда риэлтор не так конечно но основном ты когда вот смотришь все то же самое то вот если будешь там снимать покупать жилье будешь общаться надо собственниками это будет менеджер из конторы пришел в костюме а иногда какая-то такая тетка или мужик средних лет миф о том что там вот эти риэлторы все-таки выглазили как в кино это конечно миф если говорить о тех вертикалях ну или как не знаю сегмент который выбрали их сколько и что это за сам уже в основном у нас есть некие основные типа вот недвижимость причем в основном конечно первичка потому что на более системная чем вторичка и вообще риэлторы там фитнес и машины финансы ну какие-то такие большие вертикали а в остальном мы доверяемся партнеру на же большая партнерская сеть и они уже делают всякие какие-то там типа замерщики о как какие-то такие вертикали там не знаю не хочу наврать их там много правда какие-то совершенно цену уникальные ниши выбирают поэтому да не лезем мы какие только большие смотрим понятно что недвижимость для нас вот очень-очень типовой клиент тоже длинная сделка отдел продаж понятный продукт все упирается в коммуникацию очень-очень типичный клиент скажем так а вы с кем-то я не знаю пап когда говорили о некой все-таки систематизации кастомизации там не знаю консультировать или достаточно было партнер с тем же самым лидаром хусаином или еще с каким-то агентством крупным а есть такая особенность профессиональной деформации вообще когда пытаешься рынок поменять лучше с людьми с рынка не разговаривать потому что они тебе будут говорить как было ну то есть это к вопросу о форде да там быструю машину да да они тебе будут рассказывать почему до сих пор на рынке этого нет они может быть правы но ты никогда не сможешь это понять если не попробуешь но они то точно уже не попробуешь они верят то что это невозможно и от это можешь попробовать поэтому нужно очень аккуратно слушать участников рынка скорее так и вообще считаю что разговор продуктовика с потребителем участника должен быть похож на разговор врача с пациентом не будем уточнять когда какого врача на цен думает что врач его слушает а врач может вообще не слушать осмотрит и самое главное чтобы не хотел пациент врач можно значит что-то свое то есть пациент может говорить дайте мне таблетку а врач говорит нет вам надо чаще двигаться вы сказали что если выходить если вы хотите поменять рынок вы хотите поменять рынок ну так или иначе внедрение любого продукта любого нового процесса меняет рынок конечно так или иначе если они сегодня работают без серым завтра же работать серым ты конечно меняешь рынок то так или иначе может быть не так вопрос насколько сильно ты его меняешь ну конечно да ну тогда вот как раз 25 ноября будет конференция не знаю как правильно про недвижимости недвижимости причем ритейл там отдельно совсем это отдельный конференции 19 да это другая вертикаль до нас а вот если говорить про конференцию это что больше это больше концерт больше конференции для вас это что-то это есть такая важная история что знание не имеет сегодня ценности да кстати она все открыто все лежит в интернете книжки то есть может быть 200 лет назад знание имела ценность книжки были недоступны люди не имели читать и так далее сегодня знание само по себе не имеет ценности ценность имеет только как бы это сказать принятое знание или понятое знание или воспринятое знание ну то есть вот я вроде знаю что курить нельзя ну я не курю я имею то что но на самом деле это знание не имеет никакой ценности а вот прочувствовать что курить нельзя и действительно бросить курить вот это имеет ценность также в бизнесе очень часто мы знаем что надо делать мы все знаем но чуть не делаем и зачастую нам намного важнее не знания нам может Банальная вещь, но прочувствовать, понять и все-таки использовать. И поэтому родился такой формат, он родился у нас, он родился вообще в мире, и он набирает популярность, как эдютеймент, когда ты смешиваешь знания с эмоцией, чтобы это знание лучше легло. Поэтому это похоже на, когда создавали, назвали бизнес-тед, то есть когда это знание, но самое главное, хорошо упакованное, которое интересно смотреть, которое увлекает, это и шоу, это и знания. Знания при этом не претендуют на супер уникальность, супер сакральность, и вообще тебе там не расскажут про новое какое-то открытие. Но за счет того, что создается правильная среда, ощущение, атмосфера, чуть больше шансов, что на тебя подействует, и ты все-таки усвоишь. Но вы так обходите слово воля, мотивация, говорите, лучше легло знание, а может быть там речь просто вот, как это, мысли позитивно и вперед. К сожалению, человеческой волей и мотивацией невозможно управлять. Вообще невозможно управлять. Берем полного человека, но не может он сильнее заходить похудеть. И никто его не заставит сильнее захотеть похудеть. Сейчас там скажут, Сталин бы заставил. В Бухенвальде толстых не было, говорил мой однокурсник. Мотивация сама по себе не поддается менеджменту. Почти невозможно что-то сделать с человеческой мотивацией. Но можно убедить человека правильно использовать ту небольшую мотивацию, которая у него есть. Внутреннюю. Да, то есть вот есть у него какая-то вот, есть мотивация в каких-то очках, если он, допустим, хочет бросить курить. У него бывает абсолютная мотивация, 100 очков, он бросает, а вот у него всего 10. И задача дать ему возможность, дать ему инструмент использовать эти 10. Можем где-то упростить задачу, сказать, ну ты не кури хотя бы по средам. Может быть подтолкнуть его, использовать 10 пунктов его мотивации, сказать, 10 не так мало. Поэтому я не думаю, что мы можем всерьез повлиять на мотивацию. Я скорее думаю, что мы можем, ну как-то, хотя тоже получается, хожу по кругу, масло масляное. Тоже получается, что используя то, что есть. Буквально три дня назад как раз Ильдар Хусаинов в своем выступлении сказал такую фразу, не знаю, спорная, нет. Он сказал, что плохой руководитель, нет, слабый руководитель управляет мотивацией, а сильный руководитель управляет внутренней ответственностью. Похоже на правду? Слова тоже красивые. Слова красивые. Ну, речь была именно о том, что вроде бы как можно управлять вот этим. Когда мы говорим про руководителя, тут все проще. Ничто так не мотивирует, как победа, ничто так не мотивирует, как поражение. Это имелось в виду мотивация сотрудников, найти вот ту самую ответственность. Да, я про них же. Так вот, задача руководителя, просто правильно выбирать задачи, чтобы люди чувствовали победу, но не надорвались. Поэтому задача руководителя как раз проще в данном случае. Это не в зале мотивировать человека встать и пойти. Нет, я как раз повторюсь, что вот эти залы с людьми, которые слушают спикеров, они по-другому работают. У них не факт, что появляется больше мотивации, но как-то вот они хотят все-таки взять и свои 10 этих очков попробовать использовать. Загораются? Самое забавное, нет, вот я сейчас понял, как это объяснить. Мы не даем им больше воли, мы ее подавляем. И это им помогает. Вообще, сейчас объясню. Нас часто, нам часто мешает двигаться вперед именно наша воля. Которая как раз убеждает нас, что мы знаем как лучше, мы знаем как правильно, и вообще я сам умный, и вообще похудеть невозможно. И вообще, скорее знание парализует волю. Ну, неважно, у него есть какая-то своя волна, на которой он идет некий свой план, свой уже выбор, он уже так решил, и вообще все уже устоялось. Так вот, залы, мероприятия, моргающие лампочки, как ни странно, нашу волю подавляют, прощая нас немножко такой, есть эффект толпы. И в этот момент я могу себе сказать, а может, я и не прав, а может, все-таки похудеть-то можно. Вдруг твое мнение о себе становится чуть более скептичным, становится чуть более открытым, и ты до этого говорил, да ну, вот эти холодные звонки не продают, да я пробовал, да ну, кому это надо. Продавцы, да они только впаривают, ну, вот мы знаем этого, опытного бизнесмена, 20 лет в бизнесе. И вот он сидит в зале, и вдруг его воля слегка оказывается подавлю, то есть мы ему не добавили воли, мы ему на самом деле ее убавили. Но он говорит, а может, все-таки холодные звонки, может, я не так прав, может, я не так крут, а может быть, я ошибаюсь. И за счет этого он становится чуть более открыт к новым знаниям, он чуть более открыт к тому, чтобы попробовать и так далее. Потому что вот, возвращаясь, к примеру, с полным человеком, он же уже много раз пробовал, но и не получалось. И он уже поверил, что и не получится. Да ну, никаких шансов, да ну, даже что-то. У меня это не мой вариант, у меня кость там. Метаболизм другой. Да, и зачастую надо не добавить ему мотивации, а наоборот, заставить его скептически на себя посмотреть, сказать, а может, ты ошибаешься, может, а кость ты не толстая, а может, все-таки это не гарантированно. То есть пробить некую защиту такую. Как-то так это работает, да. То есть наоборот, надо вот эту вот самоуверенность спеть и, может быть, избыточную слегка погасить, чтобы человек стал более открытым. Вот, наверное, как-то так. Я сам, я вам расскажу, вот эти все конференции появились, я сам оказался на такой конференции. И вдруг на себе почувствовал, что я подумал, а может быть, все-таки отдел продаж-то работает. Ну, то есть я сам это на себе несколько раз испытывал. И эффект не длинный, он, конечно, потом проходит, но что-то остается. Когда вы делаете большие конференции, что называется, для всех, ну, более-менее как-то понятно, как вы спикеры выбираете, да, там, популярно, все прочее. А когда мы говорим вот об отраслевых конференциях? Точно так же. Какая популярность там в нише? Ну, нет там личных брендов, там, единицы? Во-первых, тоже есть. Во-вторых, мы все-таки не сходим не с популярностью. Давайте, вы поймите, для нас это же многослойный проект. Нам надо не только, чтобы люди захотели прийти, этого человека послушать, но чтобы еще и кому-то было интересно послушать. Это же тоже важный компонент, чтобы... Окей, мы можем пригласить какую-то звезду, все хотят ее посмотреть, но ее слушать неинтересно. Нет, логика та же самая. Ассортимент – это же продукт. Конференция – это продукт. Должен быть ассортимент, должны закрыты быть разные потребности. Всегда нужно интерес слушать трендсеттеров, как мы говорим, вот этих, которые задают темп. Ну, то есть, очевидно, что там... Не хочу... Очевидно, что YouTube сейчас – это интересная тема. То есть, вот мы видим, как ваш канал, там, Журалев, Смирнов, Ановостроек. Ну, короче, есть какой-то набор, но это явно... Что-то там есть, это интересно. Вообще, вот надо контент производить. Идиотский вопрос для целого спектра индустрии. Нужно ли производить контент? Но для индвижимости актуальный. А вот контент продает, а нужно ли сделать контент-маркетинг, там, вообще, вот YouTube, не YouTube, статьи. Понятно, что это тема, понятно, что это тренд, понятно, что про это интересно говорить. Понятно, что кто-то должен про это обязательно поговорить и рассказать. И это дальше как продукт сформируется. Вот закрыли такую тему, закрыли такую тему, закрыли эту тему. Я не раз сталкивался в случае именно с девелоперами, с застройщиками, когда спикер очень сильно ограничивает, ну, как правило, первые лица, ну, я имею в виду владельцы, они вообще бенефициары, они там пытаются в тени, в тени оставаться. А вот спикеров, которых выставляют, очень сильно там контролируют пиар-службы или кто угодно там, согласовывают и так далее, и так далее. Один раз даже было выступление на конференции, и потом, когда стали задавать вопросы в зале, он сказал, мне пиар-служба сказал ни на какие вопросы не отвечать, чтобы, не дай бог, что-то не ляпнуть. Понимаете, все игроки находятся в разной рыночной позиции. Ты можешь быть пик, ну, наверное, тогда ты можешь как Гордеев спрятаться и ни с кем не разговаривать. Ты крутой, ты первый, ты монстр, а ты можешь быть как, ну, там, молодой, начинающий, подающий надежды. Не знаю, не хочу никого там конкретно убирать, как они. Seven Suns, вот, любимые все его, девелопменты, да? Вот как Seven Suns построить свою позицию на рынке, репутацию и заставить покупать у них жилье? Ну, можно долго, нудно строить жилье. Ну, да, как у них есть продукт. Да, там, лет 10. А можно, как Илон Маск. Он же уделал и Мерседесы, и BMW, и всех. Почему владелец Seven Suns не выйдет, не выйдет на сцену и не зажжет, не найдет свою аудиторию, не расскажет свою идею, не выберет свой путь оригинальный, там, мы строим только в лесу. Ну, на самом деле, вот пока вы говорили, я тоже там перебирал за несколько лет, ну, знаю единицы людей, которые рассказывают, там, легенда, не знаю, питерская, которые рассказывают, вот у нас такой продукт. Ошибаюсь, не ошибаюсь, нужно, это не нужно, другой вопрос. Но они рассказывают, свою веру некуда. Тебе же не надо всех уговорить. Ну, да. У тебя есть миллион покупателей. Меня устроят, если 10 тысяч будут от меня обалдеть. То есть, мне хватит. Поэтому, это большой потенциал для рынка. Дураки, что не понимают. Просто недвижимость, она такая, еще development, уже там еще есть админресурс, это все сложно. Кому прилежит самолет, вот это все. Но это хорошая ниша, хороший потенциал. Ну, потому что там земля, там, да. Ну, да, непонятно, да. Но, то есть, никто не заставляет выходить и говорить, что Путин хороший или Путин плохой на сцене. Зачем? Ты говори про свой продукт. Илона Масс тоже на госзаказе сидит плотно. Он же, правда, никому не рассказывает. Кстати, тот же самый Эльдер Хусейнов на вопрос, почему вот он открытый, а у него 144 франчайзи, там единицы видно в эфире. Он сказал, что, возможно, это потому, что нас, ну, все-таки все, большинство родилось в Советском Союзе, нас с детства учили сидит тиши в воды ниже травы. Это так или все-таки это что-то личное? Ну, нет, нет, нет. Ну, мало ли кого чего учили. Все люди одинаковые на свете, устроены одинаково, и всегда появляются те, кто хотят выйти на сцену и песни петь. Ну, да. Пугачевы, может, тоже говорили, сидит тиши в воды ниже травы. Не, ну, так не работает. Просто вот, ну, как-то вот так было принято делать бизнес. Ну, супер, это супер возможность. Сейчас те, кто будут выходить, будут получать большую долю рынка. Торбусов молодец. Да, Торбусов. Вышел, получил свою долю. И кто-то может морщить нос, говорит, а, ну, кто там его читает, а, да что там. Читают. Читают. Те же самые люди читают. Ну, да, ну, еще параллельно 10 тысяч лишних школьников почитал. Ну, жалко, что школьники тоже читают. Главное, чтобы один нужный почитал. Поэтому это хорошая рыночная сейчас позиция, свободная. На рынке недвижимости нету личностей ярких. Абсолютно верно. Так супер, это возможность. Кто первый выйдет, тот и молодец. Но никогда не выйдет Гордеев, ему уже не надо. Он уже на пьедестале сидит. А вот какой-нибудь молодой подающий надежды запросто. Только надо, чтобы это было целостное, чтобы был человек, была идеология. Идеология в продукте, идеология в подходе. Например, придет человек скажет, мы против парковок. Вообще не будет у нас парковок. Вот вообще. Кто-то скажет, ты дурак, что ли, ты сумасшедший. Главное уже вызвать неравнодушие. А кто-то, наоборот, скажет, вау, ненавижу машины. Вот мой папа ненавидит машины. Тут сдвигли в разгорание. Он скажет, я хочу жить в этом доме. Ну, например. Или кто-то скажет, не продаем квартиры семьям с детьми. Ну, я слышал проект, где для вегетарианцев только. Ну, или для веганов. Не понимаю разницу. Я утрирую. Ты должен вызвать некоторые неравнодушие. И пусть часть аудитории скажет, ты вообще гад, враг, никогда. Не надо всем нравиться. Но кто-то скажет, да, это мой путь, это мой подход. Мне нравится этот парень, мне нравится, что он говорит. Я хочу... Был Полонский, кстати. Да, и хороший пример. И долгое время Мирекс насчет этого Полонского, в общем, хорошо пер. Возвращаясь опять же к конференции, которая будет 25 ноября. А если говорить о этой конференции, как о... Просто мне один человек сказал в следующем образе. Вот пришел Амосере и завалил целую отрасль. Или имею в виду, что раньше были какие-то конференции, где собирали деньги за билеты. А ему это не надо было. То есть он зарабатывал на своем продукте и завалил. Есть такое. То есть получается, вы сейчас завалите некие оставшиеся мероприятия на рынке недвижимости, в частности, на котором мы работаем, которые пытаются собрать билеты. Вообще это судьба всех медиа. Это произошло с телевидением, это произошло с газетами, со всеми каналами. Когда сначала это бизнес и приносит деньги, потом приходит мега-спонсор и все. Косит. Поэтому ивенты неизбежно ждет та же судьба. Но мы просто оказались первыми, скажем так. Но, к сожалению, судьба всех медиа. Буквально сегодня, кстати, пост Олега Торбасова вышел, что на другое мероприятие. И вот они заставили, точнее предложили еще заплатить денег. Это вообще какая? Дойдет до того, что спикерам придется платить хорошим? Разные бизнесы. Если ты хочешь делать хороший продукт, ну, конечно, не будут спикерам тебе платить. Ты будешь спикерам платить. Если ты делаешь... Не очень понятно, что это за продукт, но он тоже, наверное, какое-то свое место на рынке займет. Вопрос, что ты делаешь, зачем ты делаешь. Мы-то делаем рекламный проект. Нам надо, чтобы люди пришли настоящие в зал, чтобы им понравилось, чтобы они получили удовольствие. Для этого мы должны дать им хороший контент. А еще лучше, если потом будет охват в YouTube и все такое. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы контент был интересный. Для нас сообразие для подражания это TED. Ну, вот эти конференции. И поэтому мы, конечно, за деньги выступления не продаем. Но, кстати, из-за этого у нас очень много проблем. И потому что, наоборот, мы часто отказываем. Нам же многие приходят, как бы, хочу выступить. Нет. Они обижаются и так далее. Ну, то есть, у этого подхода есть свои недостатки. А так прикольно всем говоришь, да, да, конечно, выступать. Ну, это просто, наверное, действительно другая модель. Когда ты просто создаешь площадку, и там все, кто хочет, пожалуйста. Да, просто разная история. Ну, по-разному воспринимают зал, по-разному все, зрители. Вы как-то сказали, что предприниматели, люди не умные. Умные все в науке. А это было лукавство? Нет. Ну, вообще, я просто из научной семьи. У меня папа ученый, брат ученый. Я тоже, да. Да, и я знаю, как выглядят умные люди. А вы младший? Я младший, да. У меня брат вообще. У меня брат программист. Да. У меня антрополог. Закончил Гарвард. Преподавал там потом. Сейчас преподает тоже в старшах, в другом вузе. Ну, вообще, бизнес-то, с точки зрения мат-ожидания, плохая идея. Ну, в основном-то не получится. В основном-то это же будет позор и самозанятость. Ну, поэтому идут туда не потому, что вот так вот рассчитали, а скорее потому, что тщеславие, какое-то самолюбие, вот это не хочу никому подчиняться, вот это царек такой. А может быть, ген какой-то предпринимательства? Ну, можно это геном, конечно, назвать, но не так стыдно. Но вот я же одни и те же анекдоты рассказываешь. И вот эта поговорка в Сбербанке в отделе была. Ну, так мне рассказывали. Чем мельче конторы, тем генеральнее директор. Вот ты когда общаешься, ну, такие царьки-то такие вот. И драйверы там другие. Мотивация совершенно другая. Лишь бы по-моему, лишь бы как я. Вот я самый-самый, я лучше знаю. То есть не деньги? О, нет, конечно, деньги нет. Конечно, нет. И черта, вот эта упертость нездоровая абсолютно, болезненный оптимизм. Мне всего лишь 36, у меня все впереди. С одной стороны, делает единицы из них успешными. Вот ты смотри, у него получилось. Но эта же самая черта и убивает 90% бизнеса. Вот эта нездоровая упертость. Ну, получается, что тогда большинство предпринимателей бессмысленно чему-либо учить. Ведь он же сам лучше всех знает. Более того, это невозможно их ничему учить, потому что они никого не слушают. Это их особенность, их черта. Они, в принципе, никогда никого не слушают, все делают по-своему. Но с этим тоже можно работать. Да и потом, вот лично нам, как продавцу CRM, лучше общаться не с владельцем бизнеса, а с руководителем отдела продаж. С владельцем бизнеса, вообще, что-то продавать. Тому, кому это нужно. Да, и кто готов слушать. Потому что владелец бизнеса, вообще, как покупатель, это ужасная персона. Но в случае, например, с агентствами, когда большинство это 10 человек в агентстве, где владелец бизнеса, он же руководитель отдела продаж, никуда не веришься. Ну, да, это особенность мало. Вообще, вот есть такое число, 12 человек. Вот бизнес до 12 и после, это очень разный бизнес. Потому что 12 человек, это не бизнес, это человек и 10 ассистентов. Вот для того, чтобы перевалить это число, рано или поздно, может быть, кто-то кому-то делегируешь. И вот это вот такая пороговая сумма, когда бизнес начинает отличаться сильно. Поэтому, да. Вы сказали про 36 человек, у него 36 лет, и он у него все еще впереди. Это шето, это пельмени. Говорят, сейчас вот закончилась эра спутника. Ну, то есть, эротехнологии, которая началась там в 60-е, после войны, она ушла, потом появился интернет и прочее, прочее. А сейчас, в том числе, благодаря тому, что произошло в этом году, началась эра здоровья. Это так? То есть, все стали больше обращать внимание на здесь и сейчас? Завтра могу помереть? Да нет, богаче стали. Богаче? Конечно. В каком смысле? Вы только что говорили, все беднеют. Ну, еще раз. В Америке беднеют, у нас беднеют. Ну, это да. Нет, здесь следующее. Что в целом человечество стало жить более сыто. И как-то так мы устроено, что когда мы живем плохо, выживаем, нам не до здоровья. Никогда не замечали, что вот, чем беднее человек, чем чаще, что он курит, пьет, ест всякую дрянь. Ну, может быть. Как-то то ли не дорожат, что ли. А когда твоя жизнь становится стабильнее и комфортнее, как-то хочется подольше пожить, и люди начинают думать уже больше о здоровье, о каком-то здоровом образе жизни. Мода такая есть сейчас глобальная, она как-то тоже пошла, наверное, из Штатов. Вот, что надо бегать. Хотя я не бегаю. Ну, да, вот. В целом, конечно, человечество живет все лучше и лучше. Понятно, что мы сегодня живем лучше, чем в 70-х. Намного лучше, комфортнее, и колбасы в магазине намного больше. Не факт, что она лучше, правда, но ее больше. Глобально в развитых странах средний класс, конечно, беднеет. То есть вот инженер в США в 50-х жил намного лучше. И ученый жил намного лучше, и медсестра жила намного лучше, и полицейский жил намного лучше. Но тем не менее, глобально меньше болеем, лучше медицина и так далее. Один тоже известный человек на рынке недвижимости говорит, что мы – это то, где мы живем. То есть имеется в виду, покупая недвижимость, мы определяем для себя, для своей семьи некий сценарий жизни. То есть там в доме, в квартире, насколько удалено от работы, или там наоборот приближено к школе, и так далее, и так далее. А это по вашему соображению-то так же? Мы сильно зависим от того? Думаю, да. Но я про своих детей думаю, где бы я хотел, чтобы они росли, что бы их окружало. Да, я думаю, что вот эти советские спальники, конечно, в общем, такое довольно разрушительное действие на психику оказывают. А большинство людей-то в них живет, в них выросло. Поэтому я думаю, да, что среда, конечно, определяет. Ну, естественно, то как минимум уровень, то, что ты считаешь нормой какой-то, вот это опять не значит, что вот если ты вырос в спальном районе, ты обязательно вот такой унылый. Ну, конечно, нет. Там может вырасти абсолютно талантливый человек, фантастический дизайнер. Это никак не связано, потому что на самом деле, я все время это подчеркиваю на примере вот любителей эмиграции, неважно, где ты проживаешь, жить ты можешь в другом месте. То есть ты можешь находиться физически в Омске, а жить при этом парижской жизнью, читать новости на французском, особенно сейчас, интересоваться, что там происходит в шестом округе, я не знаю, и так далее. А можешь быть полностью погружен в локальную повестку. То есть на самом деле наше физическое нахождение и то, где мы находимся ментально, не всегда совпадает и может не совпадать. Но тем не менее, да, я считаю, что, конечно, очень важна среда, я считаю, что важно, что тебя окружает, что ты видишь, с кем ты общаешься и так далее. Неужели это относится, когда вот эта история про разные, условно говоря, европейские страны или может быть даже Европу и США, ну как-то да, но когда сравниваем тот же самый, не знаю, США или Европу с Россией, у нас люди, мне кажется, как только у них появляется финансовая возможность, они просто валят. Ну вот у меня есть и возможности документы, но я это не валю. Наоборот, мы вот очень долго считали, что мы хотим свалить, а недавно окончательно с женой приняли решение, что мы не хотим свалить вот квартирки в Москве купили. Что так замотивировало? А Москва хороша, может, стала. То ли там поплохело, то ли тут похорошело, непонятно, но мы поняли, что, во-первых, мы считаем это место для себя родным и нам здесь нравится и нам здесь больше нравится жить и поэтому я, например, не хочу никуда валить. Я когда приехал учиться в Москву, в МГУ, и у меня друг, не друг, мы вместе поступали, как-то вышел на Воробьевы горы, подошел, сказал, да, можно построить коммунизм в отдельно взятом городе. Ну, да нет, хотя вот у меня родители уехали, брат уехал, и я мог уехать, черт знает когда еще. И я очень много времени всегда проводил не в России, давно, и лет. И сейчас тоже? Ну, сейчас, в последний год я в России в 2020 году, а так в 2017 году я почти все время в Штатах был и налоговый резидент и все такое. Вот, но в целом мне здесь, ну, понятно, что есть минусы. Ну, вот грязь зимой не может никому нравиться. Я не могу найти человека, который скажет, какая классная грязь. Таких я не видел. Ну, понятно, что это не нравится, ну, понятно, что климат не очень. Ну, понятно, что, наверное, кедры и море это лучше, чем березка и обочина. Ну, да, есть минусы, есть плюсы, но жизнь состоит не только из моря. Потому что, когда живешь на море, тебе на это море наплевать становится очень быстро. Ну, да, это практически ничего не значит. Я на Красной площади не помню, когда был, а все, кто приезжает, первым делом туда. Ну, это классический вариант. Поэтому, да нет, нам нравится здесь и мы никуда валить не хотим. Хотя я прекрасно понимаю все плюсы и минусы разных мест и что там хорошо. Ну, может, потому что вы можете себе позволить легко передвигаться. Ну, конечно, когда ты можешь себе позволить, тебе легче отказаться. В этом году, кстати, как раз благодаря вот этой истории вдруг появилась такая фраза, что ВНЖ европейская это уже пропуск к свободу. То есть, если у тебя есть ВНЖ, ты летишь в Испанию. Нет ВНЖ, не летишь. Ну, видите, получается, что в принципе, на самом деле, если очень захочешь, и так проникнешь. Ну, да. Ну, понявшись, какие-то визовые ограничения, понявши, ну, это, слушайте, это все технические вопросы. Есть свои плюсы, есть свои минусы. в целом, жить в Москве недурно, очень даже недурно на фоне остальных стран, государств и городов. А по вашему мнению, есть какой-то, вот опять же, возвращаясь к предпринимателю, есть какой-то, не знаю, удачный или оптимальный возраст для того, чтобы заняться бизнесом, начать? Или это вне возраста и вне пола? Скорее всего, выбрать так не стоит. Вот эти вот люди с этим геном, вот эти вот предприниматели, скорее всего, так быстро ими становятся. Другое дело, что, например, у меня было очень много попыток, а потом я пошел на работу, пару лет поработал и после этого стало получаться. То есть выяснилось, что это научиться еще, видимо, чему-то надо. То есть какие-то компетенции подкачали? Да, да. То есть я оказался в роли сначала заместителя директора, потом директора, менеджерского, ну там была некая некая карьерная лестница. Сначала я вообще с админом работал, принтеры настраивал, потом там начальникам с админов, потом еще, ну и так далее. И вот после вот этого опыта, после того, как я покосячил за чужой счет, я уже пошел делать свой бизнес и он уже оказался успешным. То есть чему-то, конечно, научиться стоит. Конечно, стоит поработать рядом с более опытным менеджером. Прежде всего, про менеджмент говорим, потому что бизнес, ну на 90% это про менеджмент, про управление людьми, процессами и так далее. Понабрать чужого опыта, вот такое менторство, если так можно назвать, и потом уже эти дела свое, ну просто быстрее получится, эффективнее. А можно сразу, чтобы получилось, как у Шукерберга. Как повезет. Я наблюдал и за зрителями, вашими, и за спикерами, все равно в основном это мужчины. Почему так? У нас даже пункт есть, что обязательно среди спикеров должна быть женщина, мы их ищем в нем с огнем. А мы делали конференцию в Штатах, там еще должен быть индус, там еще сложнее. Не будем как-то нарушать закон пропагандой. Нет, таких требований нет. Вопрос пока проще. Вот как-то так. Как-то так оно складывается, при этом возьми любую компанию, все на женщинах держится. Отойдя до. Кроме руководства. Весь средний менеджмент женщины, заместители, помощники. В целом в России у женщин с точки зрения возможности реализоваться в роли управляющей у нас Матвиенко, третий человек в стране, женщина. У нас Набибулина женщина и так далее. То есть в России много женщин на руководящих постах, много женщин-предпринимателей, меньше, чем мужчин. Но опять, шаг назад. Чтобы предпринимать, это вот это быть царьком. Может быть, женщины реже хотят быть царьком. Может быть, как-то вот так. И их устраивает вот эта вторая роль. Но повторюсь, вот любую компанию, там все на женщинах держится. Это правда? Ну, может быть, в том числе, потому что есть некое у мужчин, которые руководят, ощущение стабильности, что она не уйдет, не унесет, не знаю, в собой базу. А может быть, потому что у них леньше получается этот тандем. Я вот этот вот петух на троне, а ты работаешь. Может быть, а потому что у мужчин больше амбиции, они друг с другом больше конкурируют, больше спорят. Не знаю. Но это гендерные стереотипы такие. Объективно, вот у меня есть мальчик и девочка, сын и дочь. И я как-то смотрю на мир теперь из той и с другой позиции, вот как бы, как вот у них сложится. В принципе, я считаю, что да, в России, конечно, есть очень сильные вот это какие-то гендерные стереотипы. Да, девочка должна, мальчик должен. При этом, я считаю, что по отношению к мальчику стереотипов намного больше, чем к девочке. Именно это, я считаю, во многом. он больше должен. Да, он не должен плакать, он должен зарабатывать. Вообще он должен, он еще должен в армию пойти. И чтобы мужчины и родителей поддерживать и прочее. И дерево посадить. И в принципе, по отношению к мальчикам вот этих стереотипов ничуть не меньше и на самом деле даже больше. Девочки больше прощает российское общество. Ну, так мне кажется. А мальчик только там, у него список того, что он должен. Поэтому, ну, такая страна, так живем, ничего страшного. Ну, раз уж мы об этом заговорили, а кого проще воспитывать отцу? Девочку или мальчику? У меня просто только девочки, не ищем сравнивать. Когда у меня был один мальчик, мне казалось, что мальчик, а теперь, да нет, большой разницы. Дети любить просто надо и все, человек воспитывает. спасибо большое. Я думаю, что как раз на этой ноте и мы закончим. Спасибо. Хорошо. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода.